Чтобы мы им могли воспользоваться, нам нужно, чтобы вот эта идея была, эта идея, вот хоть костры в лесах погасли, но в сердцах этот огонь ему нельзя дать погаснуть, он должен гореть. Поэтому сейчас наша деятельность, она направлена на то, чтобы вот этот вот огонь в сердцах, он не погасал. Тумсо, ты не подготовился к эфиру, потому что ездил за рубашкой? Ну можно и так сказать. На самом деле рубашка это был такой бонус моей поездки, просто я, поскольку я уже поехал по делам, у меня сегодня была встреча с представителями шведской власти. И, ну заодно решил зайти в магазин, пока у меня была пересадка, зашел в магазин, прикупил себе рубашку, еще одну кофту, использовал, короче, время с пользой для дела. Недавно видел видео о твоей встрече с Эрдоганом, скажи о результатах какие-то. Друзья, я надеюсь, большинство, по крайней мере, понимает, что все это неправда, это все фейк-ньюс. Хотя, конечно, на полном серьезе мне иногда задают такие вопросы. Люди меня реально уже мнять такой птицей крупного полета, что я там с Эрдоганом могу встречаться. Но нет, друзья, я всего лишь блогер. Я небольшой такой маленький раб Аллаха. Если Ахмада Кадырова убил Кремль, зачем после него назначить Рамзана Кадырова и почему Рамзану позволяет намного больше, чем остальным российским комбинаторам? Ну, наверное, за смерть отца, за убийство отца перед ним чувствует свою вину, и поэтому ему дают больше, чем остальным. Как тебе такая версия? Тумсо, да продлит Аллах твою жизнь, как продлил твоему дедушке. Амин, бархалаввик. Мой дедушка прожил 108 лет. Ну, по разным версиям, 108, 106. Никто точно не знал его даты рождения. Но он больше 100 лет, короче, прожил. Поэтому он не желает. Бархалаввик, брат. Дагестанец. Дагестанец, кстати, он в прошлом эфире тоже задонатил 500 долларов. Он сейчас опять задонатил 500 долларов. Тумсо, салам, от всех дагестанцев Европы. Делаем дуа, чтобы Кавказ был единым и свободным. Со своей стороны ты делаешь все, что можешь. Подгоняем очередную порцию финансов. Бархалаввик, братья дагестанцы. Пусть Аллах воздаст вам благом. Кстати говоря, сегодня я случайно познакомился с парнем из Осетии, которого зовут Руслан. Если ты смотришь меня, Руслан, тебе привет. У меня было мало времени, но мы успели несколько минут с ним пообщаться. Он уже сказал, что лет 8 живет в Швеции. Он сам родом из Осетии, но, говорил, мать, по-моему, то ли жила в Урусмартане. В общем, какая-то связь была с Урусмартаном. И очень здравый парень, здравомыслящий. Я пригласил его в наши чаты ночные, которые мы проводим. Скажите, пожалуйста, как мне связаться с вами по телефону? Никак, Мария Плотникова. Это невозможно. Мне можно написать или отправить голосовое сообщение или видео. Любые материалы, которые вам интересны. Можно отправить на бот обратной связи в Телеграм. Здесь есть ссылка на мой Телеграм-канал. Переходите на него. Там уже в описании вы найдете бот обратной связи. Можете написать. Если вам неудобно писать, можете прислать голосом. Но позвонить мне, обменяться телефонными номерами нет. Это невозможно. Скажите, пожалуйста, как узнать номер телефона Кадырова? Говорят, он помогает людям деньгами. Да, я тоже слышал, Мария, что он любит очень помогать людям деньгами. Напишите его министру печати, информации, там чего-то, чего-то внешним связям. Можно написать директору ЧГТРК. Можно написать прямо напрямую фонд Ахмата Кадырова. Можете сразу везде написать, вас все равно везде заблокируют. Вам никаких денег не дадут. Но, по крайней мере, попытка у вас будет. Попробуйте. Тунсо, как вы прокомментируете случай изнасилования мигрантом шведки, но когда было доказано, что на момент изнасилования он был несовершеннолетним, ему выплатили компенсацию 800 тысяч шведских крон. Я не слышал об этом. Я не в курсе. Если такое даже случилось, ну а за что ему компенсацию-то выплатили? Я не знаю. У меня нет объяснения этому делу. Надо спросить у моего адвоката. Наверняка он в курсе. У Кавказа был шанс в 90-х выйти. Не смогли. Сейчас государство РФ настолько сильное, что легко сможет задушить любую попытку стать независимым. Ну, видишь, это же переменчивая тема. Вот эта вот сила, она сегодня, да, ситуация такая, что мы вынуждены вот здесь вот просто об этом говорить, постоянно напоминать, чтобы эта идея, она горела в сердцах нашего народа, наших людей. Это все, что мы пока можем сделать. Сегодня, как говорится, даже костры в лесах Чечни уже не горят. Да, действительно, очень серьезно нас, конечно, подавили. Но эта ситуация, она очень переменчива. И примеров подобных в истории очень много. Поэтому главное, чтобы эта идея, она горела. Сейчас вот это вот важно сохранить. А когда будет удобный момент, мы им воспользуемся, инжаллах. У нас вот подобный период, он уже был в нашей истории не так давно. Это наша высылка и затем возврат из высылки. Это как раз вот ровно такой же период, когда страна была очень мощная, любые попытки там какого-то разговора о своем суверенитете просто жестко пресекались. Людей там объявляли врагами народа, в ГУЛАГ и так далее. Это все было у нас. Но как только появилось вот это вот окно, возможность в 90-х, в конце 80-х, в начале 90-х воспользоваться шансом, да, и объявить свой суверенитет, мы им воспользовались. Вот сейчас мы находимся в таком же ожидании. И когда у нас такой шанс появится, чтобы мы им могли воспользоваться, нам нужно, чтобы вот эта идея была. Эта идея, вот хоть костры в лесах погасли, но в сердцах этот огонь, ему нельзя дать погаснуть, он должен гореть. Поэтому сейчас наша деятельность, она направлена на то, чтобы вот этот вот огонь в сердцах, он не погасал. Субтитры подогнал «Симон»